салют братишки и стрелки микрофон мистер кей это 16 выпуск разговорного шоу аналитика сампа в котором обсуждаем важные и насущные темы семенами любимого мультиплеера сегодня я хочу обсудить с вами сервера ютуберов сам и почему я считаю их откровенно говоря шлаком очень хочется после этого увидеть ваше мнение в комментариях под видео по поводу того о чем мы сегодня поговорим также поставь сразу же палец вверх давайте соберем максимально быстро 1000 лайков порадуйте меня и следующий выпуск не заставит долго ждать если же ты смотришь меня впервые то я рассчитываю на твою подписку у меня на канале есть очень много интересного перейдем к делу начиная еще с 2012 года когда появлялись первые вот спойщики в сандрес мультиплеер у которых формировалась большая аудитория начинали появляться и сервера от этих вот спойщиков где они могли якобы играть с своими подписчиками и так далее такое происходит из года в год некоторые блогеры даже пытаются открыть свой сервер по нескольку раз чаще всего такие проекты долго не живут и закрываются спустя пару недель или месяцев всегда по двум причинам первая причина маленький онлайн подписчики заходят в день открытия бегают смотрят и уходят в последующие дни онлайн продолжает падать пока не наступает критический момент у одних это случается уже на этой же неделе у других через месяц но тенденции не меняются почему спросите вы все предельно просто до этого эти вот спойщики скорее всего снимали на каких-то популярных проектах соответственно вся аудитория пришедшая на новый сервер оттуда но людям не интересно будет играть на маленьком сервере какого-то ютубера разумеется они уходят назад вторая же причина это кидание со стороны разработчиков я еще не видел ни одного сервера которым бы лично занимался ютубе то бишь делал маппинг админил писал системы и тому подобное чаще всего это выглядит следующим образом блоге рубличные сообщения пишет какой-то парень предлагающий открыть собственные сервер для подписчиков мне самому такие сообщения приходят на удивление часто разумеется разработчику это крайне выгодно так он гарантированно получит людей на проект и деньги порой даже сам мод не обладает чем-то выдающимся а разработчикам даже наплевать с кем сотрудничать для них ютубер это лишь мешок с деньгами и игроками ютубер же соглашаясь с этим предложением закрывает глаза на всю сомнительность человека и проекта с которым собирается сотрудничать из-за глупости и незнания надо учиться на своих ошибках и очень странно что некоторые этого не делают запуская провальные сервера из года в год в общем в конечном итоге разработчик кидает ютубера забирает деньги себе закрывается связи и радуется жизни какое-то время блогеру остается только оправдываться что он был кинут потратил собственные деньги ничего не получил их и так далее если поищите то найдете кучу подобных видео кидали ли кого-то на самом деле понять трудно возможно что все было обговорено заранее и ютубер тоже отхватил себе часть пирога но есть и успешные проекты работающие по такой системе например аризона роуплей сотрудничающая с ричи и за брендит но тут есть важная оговорка их проект перед тем как начать трудничать с вышеупомянутыми уже долгое время работал и имел неплохую аудиторию а значит заслуживал доверие как вы надеюсь поняли блогеры мало что решают на якобы собственном проекте да они могут отменить да они могут его рекламировать да они могут советовать разработчикам то или иное но все равно ютубер остается только шестеренкой без которой сервер не смог бы работать зарабатывая на своей аудитории перед тем как в будущем начинать игру на подобных проектах подумайте дважды и не спешите вкладывать туда свои деньги если вы хотите поддержать своего любимого ютубера то отправляйте ему деньги напрямую пишите в комментариях на каких серверах ютуберов вы играли как что там закончилось и высказывайте свое собственное мнение по этому поводу у микрофона был мистер кей удачных вам игр 3 2 3 4 4 5 6